здравствуйте дорогие друзья меня зовут антон хорин я музыкальный мастер мы находимся в моей музыкальной мастерской в петергофе сегодня представляю вам небольшой обзор гитары которая полностью реконструирована в нашей мастерской и поступила в продажу это фабричная испанская гитара антонио санчес модель с 20 испания что мы имеем приобретая подобный инструмент магазине зачастую это полная фанера сделанная очень посредственно как попало и когда мы вскрыли этот инструмент мы обнаружили ужасную халтуру то есть всего лишь три пружины на верхней деке дека пристреляна скобками чуть ли не гвоздями до отвратительная накладка из какого-то странного материала все это залито тонной полиуретана полиэфирного лака сковано и подобный инструмент продается за 30 тысяч в магазине это переоцененная гитара пусть это испанец но но это это заоблачная цена вступает в дело мастер первое это верхняя дека это половина звучание если не большая часть звучания инструмента прежде всего мы меняем верхнюю деку что мы реконструируем инструменте прежде всего мы меняем верхнюю деку верхняя дека это то что поет то что звучит в данном инструменте установлена верхняя дека из массива ели настроен сделан настоящий торрес все настроено далее открывая корпус мы получаем доступ к внутренностям гитары. И мы видим, насколько халтурно сделаны контуробечайки, отсутствие контурфорсов, какие-то недоделки. Мы это все убираем, устраняем, делаем нормальную схему, нормальные контурфорсы, доводим контуробечайки до клецов, делаем жесткую конструкцию. Это второе. Третье. Мы убрали полностью с нее весь полиэфир. В процессе того, как мы убирали полиэфир, естественно, что мы задеваем верхний слой. Корпус сделан из ламината бубинго. Из бубинго или подука. Что-то такое красное какое-то, такое ярко-красное дерево. Естественно, что убирая полиэфир, мы кое-где покосали, выровняли все это и заново ее покрыли вот такой замечательной черной краской, которая не скрыла текстуру. Вот видно, что текстура дерева здесь видна. И инструмент заново окантован настоящей деревянной окантовкой. Зачастую у этих испанцев нарисованные окантовки вообще или их нету, или пластиковые, но это кошмар. Здесь настоящая деревянная окантовка, настоящая деревянная врезная розетка. Помимо этого мы поменяли верхнюю деку, поменяли накладку грифа, новая накладка грифа, новые лады. То есть, по сути, это полностью переделанная испанская фабрика. Причем она испанка, она на гриф. Собран гриф здесь из красного дерева или даже из цедрелы, как положено. То есть это, в общем-то, теперь, после работы в нашей мастерской, это полноценный испанский инструмент с мастеровым звуком, с мастеровой декой. И помимо этикетки Санчеса, там появилась этикетка мастерской Антона Хорина. Это называется реконструкция. В это можно вкладываться и переделывая полуфабрикаты из магазина, вы получаете достойный, звучащий, красивый, добротный инструмент. Минимум вложений. То есть, кто не в состоянии заказать себе новую инструмент у мастера, он понижает планочку финансовую, вписывается в бюджет и переделывая фабричную гитару из магазина, вы получаете вполне достойную звучащую классику. Вот такие работы были сделаны с этой гитарой. Вот, она выглядит абсолютно новой. То есть, никаких следов переделки, никаких следов того, что она была в мастерской, ее хоть сейчас можно смело вешать в магазин. И эта гитара поступает в продажу в нашей мастерской. Стоимость ее 35 тысяч рублей всего лишь. Замечательный инструмент. Еще раз говорю, это очень правильное дело, реконструкция подобных бревен из магазина. И я даже, ну, призываю многих владельцев подобных инструментов, которым мне нравится звук, которые купили и разочаровались, поняли, что они купили на самом деле подделку под испанским брендом. Не стесняйтесь, вкладывайтесь, несите в мастерские, меняйте деки, ставьте хорошую деку, делайте хороший звук, и вы будете довольны. В подтверждение моих слов в конце ролика вы услышите композицию Фердинанда Сора Анданте. Я подсмотрел. В исполнении друга нашей мастерской, гитариста Алексея Танких. Спасибо вам за внимание. Играйте на моих гитарах, подписывайтесь на мой канал. До свидания. Играйте на моих гитарах, подписывайтесь на мой канал. Играйте на моих гитарах. Играйте на моих гитарах. Продолжение следует...